Ребятушки, всем привет! Всех приветствую на канале Таксикул, ФБР на связи. Сегодня с вами рубрика «Бесплатная школа таксиста». И сегодня мы с вами поговорим про все вот эти вот, собственно говоря, как я их называю, фирмы-прокладки такси, информационного характера, которые, собственно говоря, связывают вас с пассажиром. То есть дают информацию, где находится пассажир, где подъехать его забрать. Просто вот интересно, если они информационное агентство, то каким боком, каким макаром они вообще к ценообразованию, к политике, сколько должен стоить заказ? Они могут только устанавливать цену по факту на свои послугы. То есть на послугы для водителя, процент, комиссия. Но никак не на, собственно, стоимость километража. Напишите свое мнение, ребят, в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Если вы даете информацию, то есть, по сути, бла-бла-кар по городу, то давайте и работать тогда, как в бла-бла-каре. Когда в бла-бла-кар заходишь, смотришь, к примеру, с Харькова в Полтаву 300 гривен там или 200, да, звонишь человеку, он тебе говорит, 500 гривен я повезу. Давайте тогда и в такси так будет. Вы даете какую-то там энную сумму. Я созваниваюсь с пассажиром таксиста и говорю, что бензин подорожал, так и так, такая обстановка, собственно говоря. Я готов вас везти не за 50 гривен, а за 150. Едете или не едете? И тогда просто те, извините за выражение, локи, которые будут возить по 50, их будут где-то другие таксисты уму-разуму учить. Понимаете? Коротко и ясно. И тогда это будет что-то похоже на такси. А не вот это, что попало, по-другому не скажешь. Пишите свое мнение в комментариях, ребятки. Добра бабла, позитивчика. Подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх. Пишите свои комментарии. Подпишитесь на мой инстаграм, тикток и телеграм-группу таксиста внизу по ссылке в описании. Также залетайте, делайте страховку, кому нужно по ссылочке внизу под видео. И там будет промокодик таксикул21. По нему вы получите 10% скидки. Пока-пока. До новых встреч. Чаюхи побольше вам, ребят. И мирного неба.